В надежде получить новые кредиты от МВФ и наладить отношения с администрацией американского президента, украинская власть пытается реанимировать парламентскую коалицию, поэтому ведутся переговоры о возвращении в большинство радикальной партии. Об этом заявляют политологи. Еще одна причина – это боязнь перевыборов, ведь по сути сейчас коалиции не существует ни де-факто, ни де-юре, уверяют эксперты. Это проверили и журналисты издания «Страна Юэй». Они разослали всем нардепам запросы, являются ли они членами коалиции. Почти все ответили. Получилось, что даже с учетом вне фракционных депутатов, а таких оказалось шестеро, в коалиции всего лишь 224 парламентария, что на два меньше, чем требует Конституция. В статье 83 Конституции установлено, что коалиция в Верховной Раде створится только депутатскими фракциями. Поэтому сегодня мы можем констатировать, что до юри в Украине коалиции нет. Если не удастся переконать захидных партнеров, что коалиция существует, захидные партнеры не полагатимут на достроковых парламентских перевыборах. «Будь-який перевыбор будет означать совсем другой состав коалиции, в котором Народного фронта не будет ни в парламенте, ни в коалиции. А блок Петра Порошенко швидше за все в лучшем разе виявится в роли молодшего партнера в этой коалиции, а никак не центром, не ядром, не ключевой силой». «В 2010 году, когда Янукович выиграл выборы, он для того, чтобы создать коалицию, которая была бы за него, они туда внесли изменения к регламенту, что дало возможность, как будто вступать в коалицию индивидуально, а не фракциями. Потом из этого дела было специальное решение, которое, как будто это освятило. И вот, на самом деле, началась эта возгруппация влады, про которую потом все говорили. Поэтому достаточно странно выглядит, когда сегодняшние керманицы Верховной Рады почему-то спираются именно на те решения, которые были приняты за так называемый преступный режим, против которого они все боролися. Это достаточно дивно выглядит.